В преддверии празднования Дня Победы снова открыл двери музей боевой славы Химкинского техникума космического энергомашиностроения. Оружие, одежду, предметы быта времен Великой Отечественной войны все это можно увидеть на стендах, сделанных студентами учреждения. В жизни музея они принимают активное участие, передают в дары, даже лично делают некоторые экспонаты. Екатерина Зайнулова продолжит. Это немецкий фотоаппарат фирмы Аква, выпущен в 1938 году. Даниил Садчиков студент Химкинского техникума космического энергомашиностроения. Молодой человек входит в совет музея боевой славы, проводит экскурсии, отвечает за поиск информации. Этот раритетный фотоаппарат 1938 года выпуска, как и многое из того, что здесь представлено, он передал в дар музею. Дедушка передал мне этот фотоаппарат и я решил принести его в музей, потому что здесь, я думаю, будет самое место. Возможно, скоро пойдем на раскопки даже. Военный музей был основан в техникуме давно. В 2002 году он занял второе место на смотре городских музеев. Несколько лет назад его забросили. Накануне празднования Дня Победы ребята решили воссоздать экспозицию. Сейчас здесь несколько сотен экспонатов. Пулеметы, ружья, патроны, каски, в том числе и немецкие. Предметы бытов фотографий шинели времен Великой Отечественной. Особенно студенты и руководство музея гордятся медалями и письмами с фронта, которые удалось сохранить. Все экспонаты представлены в музее настоящие времен Великой Отечественной войны. И даже вот этот пулемет Дегтярева. Что-то подарили, что-то удалось найти самим. Но вот это вот оборонительное сооружение ребята сделали сами. Сколотили палки, обмотали проволокой. И вот он, символ химок, монумент ежи. Здесь вообще многое сделано руками студентов. Все эти буквы, ткань, все абсолютно это сделали мы. Эти ковры, звезду. Наша задача им напомнить, что было, кому мы обязаны жизнью. И мы должны об этом помнить. Поэтому мы пытаемся это все воскресить. Наблюдая за тем, как они работают в этом музее, как они вкладывают душу, ответственность, мы просто поняли, что это необходимо, что это им интересно. И поэтому те традиции, которые были достигнуты нашим народом в победе над фашизмом, они должны все-таки у детей иметь какое-то продолжение. Эти медали уже никогда не найдут своих героев, а письма не дойдут до адресатов. У них другая, возможно, более важная задача – рассказать поколениям о том, что такая война была и были такие люди, которые победили. Благодаря студентам таких экспонатов становится больше. Помещения в музеях уже не хватает. Ребята надеются на расширение, ведь место для памяти должно быть всегда. Екатерина Зайнулова, Алексей Козеров, Служба новостей.